доброго времени суток друзья это кузнецов дмитрий в начале ролика небольшие комментарии дело в том что кто еще не знает ситуации лично про меня то когда-то давно я в русском стандарте получал карту номиналом 200 тысяч рублей так называемый банк в кармане ну и успешно ее погасил вот плюс короче по моим подсчетам порядка 280 тысяч такое вышло закрыл эту карту но и мне понравилось что это сделал сначала начались какие-то там комиссии и в итоге сейчас вы услышите что тут набежала то есть был перерыв меня коллекторы по ней долбили очень долго потом большой какой-то перерыв был коллекторы регулярно менялись одни вторые трети потом был некий перерыв и теперь после нового года начались звонки из самого банка русский стандарт ну хотя тут я может быть могу сомниться сейчас очень часто я встречаю совершенно откровенное вранье со стороны коллекторов когда они представляются не коллекторами а прям конкретно а представителями банков понимаю что это проверить нереально и так далее и тому подобное ну давайте послушаем что в этот раз у них не получилось она я монтаж по финансовым вопросам меня зовут я фана марина ватина банк русский стандарт а скажите кузнецов дмитрий евгеньевич это вы это я хорошо дмитрий евгений сейчас на данный момент чем подробнее вы мне сейчас расскажете про текущую вашу ситуацию тем больше возможности вам расскажу ну ладно давайте расскажу ну почему начали пропускать ваши платежи ну почему начали про мою текущую финансовую ситуацию вы а вы про прошлое прошлого нет будущего нет есть только настоящее вот от настоящего зависит будущее я так считаю хочу смысл вот вы меня спрашиваете почему да потому что наверх тела на одном анатомическом месте ваш банк вот почему что именно я не пропускать стал я прекратил а почему прекратили да потому что мне больше нравится смотреть как банк вертится на одном анатомическом месте у меня мне тоже на одном в пустом месте на на теле но моем это вы так решили а я по-другому считаю а что вы считаете я ничего не считаю я считаю по-другому я еще раз повторю в контексте вашего вопроса банку вы должны я сказал это вы так решили а я считаю по другому потому что сейчас денежные средства банку вы должны дмитрий евгеньевич еще раз повторю мою позицию гражданскую это вы так решили я по-другому считаю если вы с чем-то не согласны потому что это моя гражданская позиция борьба вы сейчас с чем-то не согласны дмитрий евгеньевич я с чем-то вы с чем-то не согласны а не банк меня все устраивает банк вам выстрел сумма заключительного требования в размере 804030 рублей 35 котей где где сумма заключительного требования была постана по адресу регистрации по месту жительства которого указали ваши конкретных данных дмитрий евгеньевич в 2015 году ну и что теперь ну нет ничего ну нет ничего 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 и не получил у вас нет ничего заключительного требуем да что вы как детский сад вы что не понимаете что я хочу вам сказать что у меня нет никакого заключительного требования на данный момент у нас есть уведомление то что вы получали сумму заключительного требования Дмитрия Евгеньевича. Ну все, окей, если даже оно у вас есть, в чем я очень сильно сомневаюсь. А вы почему тогда не оплатили полностью? Дайте мысль закончить. Да потому что я вертел. Я с вами не закончила Дмитрия Евгеньевича. А я и не пытаюсь его с вами закончить. Я вас просто хочу поставить на место, чтобы вы мне дали закончить мою мысль. Потом начну... Говорите. Так вот, заключительное требование для чего выставляется? Для того, чтобы следующим шагом недовольной стороны было исковое заявление в суд. Правильно? Или для чего вы? Уговорить меня хотите? Почему вы так уверены, Дмитрий Евгеньевич? А какие цели преследует ваше заключительное требование? Сейчас на данный момент вы не оплачивали 5 месяцев. Ну и что? Ой, в течение 5 месяцев банк выставил сумму заключительного требования. Ну выставил, я с ним не согласен. Я не согласен с этим требованием. Или что вы думаете? В одностороннем порядке расторгнут договор, Дмитрий Евгеньевич? Сейчас вы нарушаете договор, условия договора. Так вы, вот понимаете, во всем вот этом вашем словоблудии слышно только одно. Вы чем-то недовольны. То есть банк в вашем лице чем-то недоволен. Вы пострадавшая сторона. Потому что вы сейчас на данный момент перестали производить выплаты. Я констатирую факт. Вы недовольны этим, правильно? Вы недовольны этим? Вам что-то не нравится? Я сотрудник банка, Дмитрий Евгеньевич. Да, вы в лице, вы сотрудник банка. Банк чем-то недоволен? Банк пострадавшая сторона? Интересы банка нарушены? Вы сейчас должны денежные средства банку? Да, 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 да. Банк так считает. Я считаю по-другому. У меня другая гражданская позиция. Как вы собираетесь их возвращать? Я их не собираюсь возвращать. Под запись разговора я отказываюсь от оплаты. Хорошо, на данный момент фиксирую по запись телефонного разговора. Отказ у вас от оплаты, Дмитрий Евгеньевич. Вы сами как вы 840 будете оплачивать единовременно платить. Я не знаю. Всего доброго. Я знаю, что их не буду оплачивать. Алло. Всего доброго сказали, надо трубку класть. А не ждать, пока собеседник положит. Слышно меня? Эли! Еще тут, друзья, хотелось бы добавить. Какие-то 5 месяцев. Я знаю точно, что не платится этот кредит уже там третий год. Ни копейки не вносится. Какие-то 5 месяцев. Может быть, она имела в виду, 5 месяцев прошло. И они выставили окончательное требование. Но на тот момент это была сумма уж точно не 800 тысяч. Теперь она 800 тысяч. Тогда было что-то другое. Даже вот в том году еще они мне пытались прилепить там 1600. Ну вот, что вообще? Где логика? Где расстановка каких-то приоритетов? Вообще, какой-нибудь план элементарный? Если человек уже дал ясно понять, что ничего и никак не получится. Что там происходит? Кто ответственный за продолжение взыскательных мероприятий у них? Есть ли вообще такая персона, которая отвечает конкретно, персонально за продолжение, либо прекращение взыскательных мероприятий? Анализирует ли кто-нибудь? Нет. Почему я так твердо заявляю об этом? Потому что вся моя практика, весь мой опыт доказывает это вот прям бесспорно. Да и многие из вас уже наверняка в этом убедились. Просто банк это бездушная машина по зарабатыванию денег. Несмотря на то, что там работают живые люди, и они тоже, в принципе, каким-то образом зависят от схемы, от технических возможностей. Но их, как вы видите, просто бросают под пули, и они не знают, как себя вести. Потому что более чем скрипт, более чем какие-то там методички, им ничего не дают. Более того, еще раз повторяю, им даже запрещают, насколько я знаю и слышал, запрещают самостоятельно импровизировать в разговоре. Может быть, они и рады. Ну, хотя здесь до импровизации очень-очень далеко, для этого мозг нужен. Люди, которые идут на такие должности, ну, заведомо, либо каким-то образом проходят какую-то подготовку специальную по санации мозговой активности. Ну, либо, может быть, у них изначально этого мозга не хватает, либо вообще нет. Ну, я надеюсь, что все, кто на моем канале такими проблемами не страдают, отчетливо понимают, что и как в этой жизни. Если еще не разобрались, в описании ролика, пожалуйста, есть много полезной информации. В том числе мы сейчас выложили для тех, кто желает самостоятельно начать бороться официально с банкирами, ссылочку, где вы сможете приобрести весь необходимый материал, посмотрите презентацию, в описании, да, есть каждого ролика нашего. Ну, и для тех, кто хочет стать под юридическую защиту, ссылочка на наш сайт, там видео, как устроена работа кредитных юристов нашей компании. Подписывайтесь на канал на наш, ставьте лайки, если понравился ролик, репост в соцсетях не забываем делать. На связи был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания Алям. Всего вам хорошего, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok